Что у меня тут за антенна торчит? Всем привет, ребят! Ну что, и до нас дошла эта болезнь. Сколько мы от неё прятались, берегли себя. Ну вот, так вот получилось. Считаю, два года мы продержались, и она дошла до нас. У нас корона. Первый заболел Лео, потом заболела я после него, как оказалось. Хотя мы думали, что это просто грипп. Вот, и на данный момент болею я и Макс. По симптомам больше я болею, потому что Макс два дня только протемпературил, и всё, он себя чувствует замечательно. Вот, у него нет температуры, у него была температура первый день 39, на второй день 38. Ну, попалась какая-то ведьма. Ведьма? Это Ксюша попалась. Сильно близко не подходи ко мне. Почему? Вот, и всё. Сейчас он себя чувствует хорошо, у него не кашля, ничего нет. Температуры нет. Два денёчка он переболел. Папа наш заболел ещё в конце ноября. Три дня он провалялся. Тест мы ему делали. Был отрицательный. Но мне сказали, что тест покажут положительный только на шестой, либо на седьмой день. А мы делали, получается, сразу вот на второй, на третий день. И тест показывал отрицательный. Поэтому мы думали, ну, это просто обыкновенная простуда. Ничего там, паниковать. Вот. А оказалось, нет, была корона. Я заболела 5 декабря. На сегодняшний день я болею уже 10 дней. Сегодня 15-я же. Я болею 10 дней. Вот. У меня пока... Симптомы у меня сохранились. Температура у меня была 38 в первые дни. Сейчас где-то 37,5-37,4. Сильно болит спина. Голова и спина. Кашель есть, насморк. В принципе, меня это не так беспокоит, как боли в спине. Спина вся вот здесь вот, начиная с плеч и до самого низу, до самой поясницы у меня болит спина. И пью я парацетамол. Единственное, что мне помогает. Парацетамол сегодня ночью пила 2 раза. Перед сном и еще ночью я проснулась от боли. Вот. Маргарита... У Маргариты вчера голова болела, да? Вот. Но пока так. Пока только я и Макс с положительным тестом сделали вчера папе тест. У него был отрицательный. Но он уже все. Он уже инкубационный период прошел. У него закончилось. Поэтому он, в принципе, может выходить. А мы на карантине сидим. Сегодня никто в школу не пошел. В садик не пошел. Всех оповестили. В общем, мы, дети, раньше ушли на каникулы. Теперь уже все. Да, Маргарита? Маргарита расстроилась. Да? Она вчера говорит, я не хочу. Говорит, на празднике дома сидеть. Будем отмечать Рождество и Новый год одни. К нам бабушка с дедушкой не придут, потому что мы еще не знаем, заболеет у нас Ксюша, Маргарита или Каролина. Вполне может быть. Поэтому рисковать не будем. Мы никого не приглашаем. Ты как себя чувствуешь? Нормально. Нормально? Ничего не болит? Хорошо. Приехала к нам посылочка. Прислала крестная курус из бишкека. Вот, смотри, целый пакет. У-у-у, как много. И конфетки любимые. Барбариски. Это от угрей. Угревая сыпь. Это тоже. И вот это тоже. А что это угрей? Угрей, ну, пришел, который у тебя в шкаф кидать. Тоже хочет. Потом прочитаем, как пользоваться, что делать. Смотри, какой даже есть. Как конфетка завернута. И вот такой интересный тоже я не видела. И вкройка. Батарейки вставили наконец-то. Оно все автоматически? А можно закрывать? Вот так вот. Дорога. Все на автомате. Эй! А, это вот так включить, а это выключить. Ух ты. Так, сегодня я открываю два окошечка. Я вчера не открывала, вчера провалялась целый день. Открываем двоечку. Тут помада, скорее всего. Да. Я думала, помада. Помада. Так, открой. Ух ты. Большой фибик. Такой коричневатый цвет. Так, учитывай. Ой, смотри. А здесь тени. Я два дня не открывала. Ты тоже, да, вчера не открыла? Я вчера не открыла. Открывай. Это вообще зеркало. Я только думала, что это за крышка. Это просто зеркаль. Зеркало. Такая подушечка. Такое интересное. Все. Давай мне помадку. Подвеска может быть. А нет, сережки. Белые камушки. Блестящие белые. Чипа 16. А у нас на Новый год будет короче. Если вы заболеете, да. На Новый год. Если вы заболеете. Мне еще, по идее, мне осталось где-то дня 4. Да, дня 4 мне осталось. Если вы заболеете, то, конечно, это уже 2 недели плюс. А если вы не заболеете? Если вы заболеете, то тогда будете делать тест? Каждый день. Не каждый день, но хотя бы там через несколько дней. Каждый день дорого будет делать тест. Он же не бесплатный. Ты сегодня открыла? А? Сегодня календарь открыла? Ну вот, я как бы показала. А вчера что тебе попалось? Я вчера начала снимать влог. И мне потом стало плохо. И все, и я закончила. А, ну вот такой попался. Мама, ну одна подружка мне сказала, что когда ее брат сделал ПЦР-тест, это вот этот кто-то все брал. Это ШИТ-СИР-тест. Да. ШИТ-СИР-тест. Ну я сейчас не делала ПЦР-тест, я сделала быстрый тест. А, позвоню. Что ПЦР-тест? Я бы еще и ценил. Не, ну у меня просто по моим симптомам у меня точно положительный кси, Маргарит. Это уже понятно, что у меня положительный. Так, что? Ладно, давайте будем кушать. Будем кушать. Бабуля у нас кушает в комнате, теперь не с нами. Мы ей туда приносим, она в комнате кушает. И целый день вообще находится в комнате. Нам ее больше изолировать некуда. Некому. Поэтому будет в комнате находиться. Если я к ней захожу, то захожу обязательно в маски, мою руки. Вот они, наши тесты. Это мой тест, у меня сразу показал две полоски, сразу же. У Макса, видите, у него слабенькая-слабенькая совсем. Но у него положительный тоже. Так что у нас отменяются... А? Угу. Отменяется день рождения. К сожалению, Макса и Каролина. Перенесем на январь пока что. Потому что в этом месяце мы уже не успеем. Там Рождество, Новый год. Так что переносим на январь. Но все равно мы отметим. Мы обязательно сделаем вечеринку. Просто чуть позже. Сейчас папа написал, отменил торт. А знаете, единственный плюс в том, что мы переболели. Если моего деда у нас будет, то нам дадут сертификат. Сертификат нам дадут. И мы сможем... Я не знаю, на сколько дают, на полгода? Максимум на 6 месяцев дают, пока антитела в теле находятся. В общем, можно... Ну, 3 месяца или 6 месяцев, не знаю. И можно будет куда-нибудь сходить. В бассейн, да, сходить куда-нибудь. В общем, мы воспользуемся этой возможностью. Куда-нибудь съездить, пока у нас будет сертификат с папой. Детям-то, в принципе, можно. Вам-то можно хоть куда, а нам нет. Вот. Так что я сейчас переболею. У Ли есть, но он, скорее всего, не подходит. У нее прививка. Она же там, в Бишкеке, делала прививку. А здесь она не котируется. Здесь нужна другая прививка. Так, я не знаю, как сегодня буду снимать лок. Что я буду снимать? Я хочу только лежать. И больше ничего не делать. У меня так глаза болят. И спина болит. Фиона балдеет, лежит. Фионочка. Девочка. Ой. Такая вот. Игривая. Сегодня прибежали к нам с Бонькой на кровать. И давай там играть, скакать, прыгать, бегать. А теперь устала. А теперь устала и лежит, да. Так, что там у нас папа делает? Хозяйничать на кухне. Нужно убирать. Ты помогать будешь папе? Да? Ну, давай. Я на коробке. Я это... Меня освободили от кухни. Так, что мы будем кушать? Нужно посуду помыть. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Держи 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 поехать сделать тест. Надеюсь, я его сделаю, если не будет очереди. Вот. А сейчас отдыхать. Пока. Спокойной ночи. Доброе утро. Доброе утро. Все, всем пока. Продолжение следует.